Наш партнер интернет-магазин joyspec.ru. Широкий выбор автомобильных JDM аксессуаров и тюнингов в наличии. Доставка по всей России. Ссылка в описании. Всем привет! Очередной выпуск об олдскульных японках. И сегодня я снова, примерно как в случае с Супрой, рад вам представить эту модель. Это в том самом шестом поколении тот самый Голланд ВР-4. Митсубиси Голланд, что в переводе с французского, кстати, значит благородный, рыцарский, довольно старая модель. Первое поколение родилось аж в 1969 и до 1994 года производилось исключительно в Японии. Ну а потом стало изготавливаться и в США, в Венесуэле. В этом видео мы рассмотрим, как ранее было сказано, шестое поколение. Само шестое поколение Голланта появилось в 1987 году. Но уже спустя год, а именно в 1988, появился ВР-4. То есть турбовая раллийная модификация. Если помните в видео про Супру, кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Я говорил, что она скорее знаменитая модель, чем легендарная. Так вот, Голланд в России скорее менее знаменит, как Супра, но зато в свою очередь легендарен тем, что практически все годы своего производства, то есть 1989, 1990, 1991, 1992, практически все года своего производства, эта машина, ну не именно эта, а в смысле эта модель побеждала в мировом чемпионате ралли, то есть в том самом WRC. Вот же было золотое время этой модели. Были свои фанаты. Вклад в мировой автоспорт очевиден. И среди покупателей было много тех, кто мечтал о Голланте. В самой Японии, в США, в Новой Зеландии, в Австралии, Голланд вполне пользовался популярностью. Пятое поколение во многих странах было известно как Голланд Сигма. И это же обозначение оставили и в шестом поколении, ну правда до 1990 года, где обозначение исчезло одновременно с небольшим фейслифтингом и с появлением кузова лифтбэк, называемого Этерна. Она, кстати, тоже имела мощную версию, ну как и Голланд седан, Этерна ЗР4. Технически, конечно же, идентичную седану ВР4. После 92 года Митсубиси передала, так скажем, все технологии, которые, можно сказать, отработали на Голланде в Ланцер Эволюшн. И он стал таким знаменитым, хотя он должен помнить, кому он обязан своей знаменитостью. Вот этому, грубо говоря, большому массивному четырехдверному седану, который внешне никогда даже не скажет, что является, по сути, реально спортивной машиной. Хоть и не купешечка. Внешне ВР4, несмотря на то, что у нас еще и супер ВР4, то есть только черный цвет, кожаный салон, CD, ну то есть типа версия полюксовий, а не омалогированная непосредственно для соревнований, конечно же, не особо отличается от обычных седанов этого поколения Голландов. Выдает, разумеется, спойлер, дыхальце, как я называю на капоте, ну и шильдики. Честно, в потоке больше ничем не выдает. Даже стоковый выхлоп относительно негромкий. И турбосвиста, вы не услышите, стоит байпас. Люблю во внешности Голланта такую деталь, как вот эти продольные выштамповки по низу. Дает какую-то связь с теми временами. Вспомните, подобные есть, например, у Mitsubishi Eclipse. К слову, встречалась еще версия обычного, не VR4, Голланта с тюнингом от немецкого AMG. С немного увеличенной мощностью, 170 лошадиных сил, ну, конечно, по сравнению с обычным седаном. Тоже с кожаным салоном и обвесом. А у самого VR4 в этом кузове была еще с 1990 года версия Monte Carlo Edition, выпущенная в честь успеха в ралли в Monte Carlo. Тоже в черном цвете, с кожей, но еще и с люком. Ну, прям точно люксовый спорт. Этот Голлант VR4, естественно, с турбовым 4G63, правда, еще тогда первого поколения, мы попозже к нему перейдем поподробнее. Разумеется, он полноприводный. И более того, даже для тех самых, да, конца 80-х, он полноуправляемый. То есть, задние колеса у нас, конечно же, подруливают. Система 4ВС гидравлическая и работает с двумя насосами. Основной под капотом, а второй в заднем редукторе, имеющий механическую связь как раз с редуктором. Важно, система подключается после набора хотя бы 45 км в час. Сзади подвеска двухлинковая, а вот впереди Макферсон. Но главное, могу сказать, что пустить в занос весьма сложновато машину. Ее призвание проходить повороты четко. Кстати, редуктора бывали на VR4 и обычные, и с вискомуфтой, а значит еще более резкие вхождения в поворот. Наш экземпляр с вискомуфтой, ему еще один плюс. Разумеется, упомянул, что сначала производство ставились дисковые тормоза в круг и присутствовало АБС. Вот второе, даже вот прям не знаю, надо ли реально для раллийной машины, но инженером Митсубиси лучше знать. По сути, все эти системы вместе, постоянный полный привод, подруливание задних колес, АБС, вся независимая подвеска, причем с электронным управлением жесткостью и высотой, и причем как бы полуактивную, учитывающую крены, динамику, сцепление с дорогой. Все это и принесло марке самую престижную награду в сфере автомобилестроения Японии. Автомобиль года 1988 и 1989. К слову, вот эта система управления подвеской, Dynamic ECS, была практически первой в мире на момент 1987 года. Ну, а поскольку снимать нам приходится практически в минус 20, я, наверное, нарушу обычную последовательность рассказа и спрячусь в салон, мне надо маленько погреться, а потом уже продолжим, уже перейдем к самому-самому-самому важному двигателю. Пока что я внутрь. Ох, потеплее, наконец-то. Ну, короче, минус 20, само то. Поговорить про салон. В целом салон простой, без резко выделяющихся деталей, функциональный и не особо-то просторный. Передние сидения имеют поясничную регулировку, водительская регулируется еще и по высоте. Регулировки механические, конечно же, мы же не прям в люксе каком. Руль бы еще не только по высоте регулировался, было бы здорово. Но зато электронный климат-контроль и есть, между прочим, датчик дождя. Не забывайте, что модель конца 80-х годов 20-го века. В первую очередь здесь в салоне видно, что у нас машина с автоматической коробкой передач. Да, было две модификации, естественно, с механикой и с автоматической коробкой. Коробка режимная, у нас есть эко-пауэр, ну, кто бы сомневался, все-таки не та машина, где ставят три передачи, лишь бы переключалась хоть сколько-нибудь. И второе, что сразу же бросается в глаза, это пульт регулировки жесткости подвески. Ну, в обычном Галанте, конечно, такого, я думаю, наверное, вряд ли увидишь. И этим, опять же, не все ограничивается. Есть еще кнопка включения и выключения датчика положения руля. То есть машина все-таки заточена именно под спорт. И это прям сразу садишься в машину, это видно не только по грядке дурацких колхозных датчиков, а это видно именно по заводскому оснащению. Ну, а в багажнике я скорее сразу обратил внимание на распорку, чем на объем багажника. Ой, ну его этот объем, хватит такого, какой есть. Еще один момент, который, ну, мне, так скажем, всегда казался немножко странным. Почему в спортивной машине нужно поставить обязательно кожаные сидения прямо с завода? Во-первых, ты, наверное, будешь постоянно шоркаться, когда ты едешь, там, вышоркаешь, раз, перегреешься, вспотеешь, два. Но все-таки они здесь стоят у нас прямо в стоке. Кожаный салон, конечно, ему уже весомо лет, но я очень рад всегда видеть машины вот в родном правильном состоянии, когда все-таки спустя столько лет они все еще с нами. Ну, вот я более-менее согрелся, еще бы вот потеплело бы на улице, более-менее нормально стало. Вот почему мне так не везет вечно? Как только я снимать, то либо ветер, то либо мороз. Ну, ладно, пойдем к мотору. Ну, вот переходим теперь к оргазмическому виду подкапотки. Здесь 4G63 первого поколения, то самое, которое и должно здесь стоять. У первого поколения 4G63 турбового, разумеется, было, ну, так можно сказать, три модификации. Первая, то есть когда вот вообще Голланд VR4 появился, вот, значит, первую модификацию поставили, там было всего лишь 197 лошадиных сил. Затем, ну, правда, всего лишь прошивкой компьютера маленько повысили мощность до 220. И, наконец, после 90-го года уже третья, можно сказать, модификация этого мотора мощностью 240 лошадиных сил. Вот у нас как раз такая есть, потому что автомобиль 90-го как раз года. Изменяемая, циклоновская по названию геометрия впуска, двухувальная ГБЦ, 16 клапанов, ГРМ ременной. АКПП режимная, но режим Power непривычный, как в большинстве японок. Вот если у меня тойотовская коробка в этом режиме переключает передачи в отсечки, то голландовская на 4000-х. Ну, я предполагаю, что переключается просто на максимальном моменте. Кстати, могу сказать, что у тех, кто на механической коробке передач и на автоматической коробке передач, турбины разные и крутящий момент маленько разный. Но это, как бы, я думаю, не сильно критично. Вообще, сам факт того, что здесь стоит не что-то более новое, там, с какого-нибудь 10-го эволюшена, а именно то, что положено здесь быть, я считаю, это повышает ценность автомобиля в разы. Про ресурс турбового 4G63 как-то не принято говорить, кто как ездит и кто как ухаживает. Тюнинга на более поздние поколения данного мотора масса, но я уверен, что и на первое поколение вполне реально что-то подбирать. Менять турбину, настраивать, и есть информация, что вполне можно даже чиповать. Разгон, кстати, вполне плавный и кому-то покажется скромным, всего чуть менее 7 секунд, хоть и 240 лошадиных сил. Думаю, на механической коробке можно было бы добиться большего. Автоматическая коробка Галанта уж очень его сдерживает. Да и вес машины примерно тонна 400. Итак, выводы. Галант Супер ВР очень редкая и сама по себе, как практически ретро экземпляр, ценная. Родоначальник раллийной славы Митсубиси, можно сказать, модель-испытатель различных новаторских на тот момент времени систем. В отличие от Эва, который выглядит задорной бодрой гонкой, Галант маскируется, но тем не менее смотрит на мир злобным прищуром, удав в засаде. Из минусов, мое личное впечатление, что Галант слишком думает за водителя, будто сдерживает от излишней импульсивности при вождении. Ну, возможно, каждому водителю Галанта ВР4, ну, как в принципе и Ланцера Эва, мало быть просто водителем. Такому водителю надо переходить в категорию пилотов, чтобы дать машине в полной мере раскрыть свои возможности. Подписывайтесь на канал, делайте репосты в соцсети Drive2, все ссылки есть в описании и в шапке канала. Оставляем комментарии, я пока не зазнавшийся блогер, стараюсь по возможности отвечать. Впереди еще много видео про интересные японские авто. Всем пока! Где я там, для хомуха пристегнут-то? Хотя он должен помнить, сучка, должен помнить, кому он обязан. Ручник, кстати, у тебя работает? Продолжение следует... Продолжение следует...